В Государственной Думе в середине декабря рассмотрят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Проект уже отправили по регионам на рассмотрение, и пермские законодатели одобрили инициативу. Примут ли документ, узнаем после 15 декабря, а пока обратимся к новостям сегодняшним. В студии работает Мария Коноплева, и вот главные темы выпуска. Березняковцы негодуют. В общественном транспорте одной картой можно оплатить только один билет. Поменялась ли ситуация? Быстро, просто и легко. В Пермском крае запущен портал, где собраны все услуги для жителей нововведения, опробовала наша съемочная группа. Легкой воды и сегодня в бассейне «Кристалл» стартовало первенство по плаванию. К нам в гости приехали спортсмены со всего края. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. Одна карта, один проезд. Несколько дней березняковцы возмущаются, что проезд в троллейбусе можно оплатить только один раз, а на других пассажиров приходится готовить наличку или запасаться второй банковской картой. Как сейчас обстоят дела с оплатой в троллейбусе, расскажет Ксения Калугина. Три билета оплатили, получается, а дальше не дает. На днях все новостные паблики пестрили новостью о том, что теперь нельзя оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах за нескольких человек одной картой. Люди не понимают, как теперь можно ездить в транспорте с детьми. Но теперь по терминалу можно заплатить за троих человек. Виталий Лопаев утверждает, что и этого количества мало. Пусть не поеду я с женой, с мамой, с бабушкой, а плачу только, получается, за нас троих. А бабушке что, получается, надо будет выйти с троллейбуса и дальше как делать потом, что будет потом. Конечно, как вот раньше было, вот на зал, сейчас вот нас оплатил картой, можно хоть сколько оплатить проезд? Хоть пять человек, хоть шесть, без разницы. Ну, насчет этого, ну, как бы я против. И правда, иногда целые семьи ездят на автобусах. Как быть многодетным мамом, которым, по всей видимости, придется запасаться разными картами, либо носить с собой наличку? Как пояснили в МУП «Водоканал», бум от этой новости произошел преждевременно, поскольку 22 ноября оператор «Единая транспортная компания» провел пробную программу по обелечиванию пассажиров. Сейчас все у нас восстановилось. До трех поездок пассажир может спокойно оплачивать за один рейс. Это, например, если он едет в Соколице до вокзала. С начала декабря все-таки будет одна поездка по карте. Эта мера введена для того, чтобы исключить проезд в транспорте с «Зайцем». Для того, чтобы облегчить оплату проезда, жителям предлагают оформить виртуальную транспортную карту. Зарегистрированный пользователь сможет расплачиваться банковской картой, которая будет привязана к транспортной, и проблем по количеству билетов не возникнет. Ведь сколько денег будет на карте, столько поездок и можно будет совершить. Почему мы переходим? Это не только мы, это весь Пермский край переходит в связи с нашими мошенниками. Наши пассажиры тоже иногда бывают так поступают, что если, например, на карте 5 рублей, мы оплачиваем, карта становится в стоп-лист, но наши умные головы через онлайн-банк пытаются обновить эту карту и проезжать. Поэтому, чтобы таких уловок больше не возникало, введена одна оплата только один раз. Увеличить количество поможет виртуальная карта. Чтобы ее оформить, нужно зайти на сайт начинай.ехатьбыстро.рф, зарегистрироваться в личном кабинете и пользоваться. Больших неудобств эта процедура не принесет, но финансы сохранить поможет и транспортникам, и жителям. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникамия. Наши дети дышат плесенью. Такое сообщение накануне появилось в соцсетях. И речь не о коммунальном кошмаре в гостинках, а об учебном процессе в 12-й школе. Это фото выложила в интернет одна из родительниц. Плесень завелась на потолке в кабинете химии, где на постоянной основе занимается 7-й А-класс. Женщина обеспокоена, что такие условия могут негативно повлиять на здоровье детей. Вот в таком классе проходят уроки детей 12-й школы 7-го А-класса. Этой плесенью они дышат в течение 6-7 часов. Руководство 12-й школы внутрь нас не пустило. Мол, посторонним во время пандемии вход запрещен. Но нам разъяснили, что летом этого года подрядчик ремонтировал кровлю и воронки. Так называются внутренние водостоки. И протечка – это проявившийся дефект. Инженер к нам выходил 11-го ноября. Кровлю мы визуально обследовали. И принято решение о том, что нужно заменить саму воронку. Сейчас сделана дефектная ведомость. Будет… И будем ремонтировать. Класс 7-й А, который там находился, он переведен в другой кабинет. Учебную процессу это не мешает. Кабинет выведен из образовательного процесса до приведения в нормативное состояние. Как нам сообщили в пресс-службе, подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств до начала декабря. Конечно, любое здание важно вовремя ремонтировать. Но в нашем городе остается много домов, которые уже непригодны для жизни. Людей расселяют, постройки сносят. К концу года эти темпы ускорятся. В край дополнительно поступило более 1 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья. Напомним, в нашем городе расселяют аварийные дома по региональной и федеральной программам. Так вот, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Пермский край получил дополнительно 1,2 миллиарда рублей для досрочной реализации. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, это позволит уже сейчас ускорить темпы переселения. И более тысячи семей получат жилье раньше положенного срока. Вошедшие в программу дома будут расселены до 2024 года. Это на один год раньше, чем планировалось изначально. Две недели без света по сообщению МРСК «Урала» с сегодняшнего дня и до 10 декабря в поселке Пыскар частично отключат свет. С 25 ноября по 10 декабря с 9 утра до 5 вечера будут отключать свет в поселке Пыскар. Правда, это коснется не всего поселка, а только определенные улицы. Подробный список вы сейчас видите на своем экране. По всем вопросам звоните по телефону диспетчерской службы МРСК «Урала» или в ЕДДС. Контакты сейчас на вашем экране. Быстро, просто и легко. Для жителей Прикамья запущен единый портал, где можно записаться к врачу. Посмотреть налоговую задолженность или подать заявление в ЗАГС. Что это за сервисы, как им пользоваться, уже знает Ксения Калугина. Галина Шейна – педагог Березняковского строительного техникума. Вкладывает в работу со студентами много времени, как и в домашние дела. Ведь Галина – многодетная мама четверых детей. Галина не может получить важные справки, потому что до организации просто некогда дойти. Решить проблему с нехваткой времени помог портал «Услуги и сервисы Пермского края». На портале просто все мои данные собраны, абсолютно все ссылки на мои какие-либо записи к врачу и так далее, эпос. То есть я выхожу конкретно на свою страничку и через компьютер могу также в дальнейшем сделать то, что мне надо. Или посмотреть. Это просто удивительно и удобно. Пермский край меняется. Люди видят положительные перемены. Теперь жителям Прикамья не придется бегать из кабинета в кабинет для того, чтобы получить важные документы. Портал «Услуги и сервисы Пермского края» помогает решить вопросы с бумагами, не выходя из дома. Портал включает более 200 сервисов в электронной форме. Через него можно подать заявление в первый класс, получить справку из архива и даже записаться на программы дополнительного образования. Удобный и понятный интерфейс привлекает жителей 136 тысяч уникальных пользователей и более 300 визитов ежедневно. Проект «Услуги и сервисы Пермского края» направлен на повышение доступности сервисов и услуг в электронном виде. С его помощью можно не только подать заявление на получение региональных и муниципальных услуг, но и проконтролировать ход их выполнения в личном кабинете. Это позволяет экономить время, делает процедуры более прозрачными и понятными. Реализуется он в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным. Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу перевести максимальное количество государственных и муниципальных услуг в цифру. Возможность получить госуслуги в электронной форме – это в первую очередь комфорт и безопасность. Такая форма способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом. Пермский край – один из лидеров по реализации национальных проектов. Зайти на услуги и сервисы Пермского края можно в любое время, не выходя из дома. Регистрируйтесь на портале и решайте свои вопросы быстро, просто и без очередей, как это сделала Галина Шейна. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Известный сервис по размещению вакансий резюме «Работа.ру» провел опрос и выяснил, какие профессии россияне считают полезными для общества. На первом месте, конечно, врачи, на втором – учителя, а на третьем – спасатели. Также в рейтинг попали ученые, инженеры, повара и водители. Мы вышли на улицы города и спросили мнения горожан по этому поводу. Медики, конечно, куда сейчас в нашем времени без них. А почему? Ну, потому что сами не видите, что происходит. Медиков на всех не хватает. Корона, это она прогрессирует с каждым днем. Конечно, надо больше медиков. Ну, наверное, медики востребованные самые в настоящий момент. Наверное, электрослесеры, сварщики. А почему так думаете? Ну, востребованные эти работы. Профессия учителя. Профессия доктора, потому что это очень необходимо в наше время. Ну, так как сейчас много заболеваемых. Не знаю, наверное, шахтер. А почему? Не знаю, зарабатывал много. Электрик. Потому что мы учимся на электрике. Нам говорят, что это самая значимая профессия, самая востребованная, высокооплачиваемая. Высокооплачиваемая. Сейчас, по-моему, химиков не хватает. Судя с арейсов, сварщиков и прочих. Я вот повар, наверное, повара. Только потому, что вы повар? Ну, не знаю, водители, наверное, еще. Кто еще? Воспитатели. Зарплаты маленькие. На эту работу молодые не идут. Программист. Почему? Не знаю. Мы прервемся на короткую рекламу, а потом расскажем об увлечениях березняковской молодежи и о том, как проходит первенство города по плаванию. Оставайтесь с нами. За прошедшие 10 месяцев более тысячи россиян получили штрафы за то, что вовремя не сдали ПЦР-тест после прилета из другой страны. Штрафы внушительные – от 15 тысяч рублей. Подробнее расскажем в нашей рубрике «Новости» коротко. Туристам, не сдавшим ПЦР-тест после возвращения за границей, грозят большие штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. За 10 месяцев в Пермском крае 1044 человека привлечены к административной ответственности. По данным Краевого управления распотребнадзора, в суде рассмотрено 595 дел. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. В соответствии с постановлением главного государственного врача РФ, граждане в течение трех дней со дня прибытия на территорию России обязаны пройти однократное тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. До получения результатов сохраняется обязательная изоляция по месту жительства. Прикамье впервые принимает финал Всероссийской премии «Маршрут года», которая проходит с 2014 года. В край со всей страны приехали авторы самых перспективных проектов по созданию и развитию новых направлений для путешественников. Всего на конкурс поступило 445 заявок из 60 регионов, а в финал вышли 226 проектов, 23 из которых из Пермского края. Тур-маршруты региона включены и березняки. В число проектов от региона вошли легенда о каменном царстве, необычайная история земли Пермской, Инстаграм-тур по Пермске, мифологическая карта Коми Пермятского округа, Малепка, Место, Сила, Аномалии и Мистики и другие. Туристские маршруты участников охватывают несколько городов – Березняки, Кудым, Каркунгур и Пермь. Во время финального конкурса в Перме пройдут круглые столы, конференции и презентации проектов финалистов, а также наградят лучших. Власти Пермского края с 2022 года хотят ввести плату за посещение популярных природных мест. Платить придется всем туристам, кроме жителей населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Также от оплаты будут освобождены представители льготных категорий населения – инвалиды войны, дети и малоимущие. Плату за посещение планируется привязать к прожиточному минимуму. Размер будет составлять не менее полупроцента от МРОД – минимум 54 рубля. Полученные средства пойдут в бюджет Пермского края, а потратят их на охрану и развитие инфраструктуры для экологического туризма. Платные места также планируется оборудовать для туристов. Плату могут ввести также на объектах с наибольшей человеческой нагрузкой, а также на территории природного парка «Пермский». Поскольку проект разрабатывается, точного срока введения мер пока нет. Новости коротко подготовила Ксения Калугина. Легкой воды в бассейне «Кристалл» стартовало первенство города по плаванию. К нам в гости приехали спортсмены из других городов Пермского края. Подробности в сюжете Евгении Кокшировой. Здравствуйте! Здравствуйте! Это первые масштабные старты в этом сезоне. Кунгур, Чернушка, Оса, Пермь, Губаха, Соликамск, Яйва. В «Кристалл» съехались 360 плавцов со всего Пермского края. Получается, принято принимать такие соревнования, так как 50-метровые бассейны есть только в Перми и у нас. То есть во всем Пермском крае всего два таких больших, хороших бассейна. Тем более с такой замечательной электроникой, что позволяет нам проводить быстро, качественно, хорошо соревнования такого уровня. Заплыв сильнейших – самая зрелищная дисциплина. Многоборье ребята преодолевают по 200 метров четырьмя разными стилями. Сначала бутерфляй, потом на спине брас и, конечно, вольный кроль. Первым к финишу приходит 12-летний пермяк Кирилл Панцирев. В бутерфляе немного отставал, но затем догнал соперников. Это очень сложная дисциплина. Я очень долго готовился к этому дню. Самая сильная дистанция у меня, получается, это спина. На спине я всегда выигрывал и на кроле. Последняя дистанция, вольный стиль. Совсем чуть-чуть уступил главный соперник Кирилла. Воспитанник тренера Елены Колпаковой, березняковец, 13-летний Никита Шуман сразу был одним из фаворитов соревнований. В итоге в кармане серебро. Это отличный результат. Пермь сильная, Олимпия особенно. Дистанция, но еще более-менее. Но все равно устал сильно в конце. Плаваю хорошо, брасом кролем, отстающая спина. Брасом я всех догнал, я так в конце плыл, а кролем уже это. Ну, второй прикол. Значимость этого открытого первенства велика для каждого участника. Ведь здесь идет отбор на соревнования уже более высокого уровня. Соревнования на самом деле очень большие, масштабные. Они являются первым этапом подготовки к большим российским соревнованиям, которые будут проходить в Санкт-Петербурге «Веселый дельфин». Подготовка к соревнованиям у нас идет ежедневно. Шесть дней в неделю спортсмены тренируются. Поэтому к этим соревнованиям, к следующим соревнованиям, сейчас у нас следующая поездка детей, это в Астрахани, они едут на Приволжко-Федеральный округ на соревнования. Но все имена победителей еще неизвестны, ведь открытое первенство будет идти и завтра. Впереди многоборье у девушек и дистанция к ролям 800 метров. Пожелаем пловцам удачи. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Время подводить спортивные итоги. На протяжении года, несмотря на пандемию, в городе стоялись сразу несколько крупных спортивных событий. Это истрогановская миля, забег подснежники, экстремальный забег на трамплин «Березняки-300». В Пермском крае объявлено голосование за лучший спортивный проект региона. Министерство культуры и спорта Пермского края ежегодно проводит конкурс «Спортивная элита Прикамья». В этом году победителей будут определять в 14 номинациях. Тренер года, спортсмен года, спортсмен-ветеран, а также лучший спортивный момент. Как раз в этой номинации представлены «Березняки». В номинации от города заявлено целых три мероприятия. Соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля», легкоатлетический забег «Подснежник» и экстремальный забег на трамплин «Березняки-300». Последний сейчас на втором месте в интернет-голосовании. И мы можем сделать этот забег победителем. Заходите в группу ВКонтакте «Березняки официальные» и голосуйте. Кому-то спорт, а кому-то театр. У березняковской молодежи есть большой выбор, чем заняться после школы. Наша съемочная группа заглянула на репетицию сразу в два театра, в которых занимаются школьники и студенты. Про юные таланты расскажем в рубрике «Молодежь здесь». Пожевать язык, размять щеки, челюсть и далее по списку. Сегодня актеры студии «Ровесник» готовятся к предстоящим новогодним спектаклям. На репетиции молодежная группа, в ней занимаются ребята от 14 лет и старше. Нагрузка на эту группу самая высокая. Не находит здесь себя. И если мы действительно видим, что у ребенка есть такой потенциал, есть такой талант, мы стараемся его направить в это русло, чтобы он развивался и рос именно в этом направлении. То есть вот на данный момент, например, в Березняковской музычилище на каждом курсе есть наши выпускники. Прежде чем войти в роль, необходимо подготовить и голову, и тело, размять мышцы, поработать с дыханием. А после этого можно начинать. Это помогает не только на сцене, но также в обычной жизни. Многие ребятки после этого начинают более быть активными именно в школьной, техникумовской деятельности, в том, где учатся. Начинают больше участвовать в каких-то творческих мероприятиях. Со мной тоже так работало. Ну, конечно, для досуга это полезно. Все-таки это лучше, чем сидеть дома, просиживать кресло за играми, за сериалами, за чем-то прочим. Но все же отдыхать надо. Школа, досуг какой-то полезный для тебя. Ну и там пару часов в день все-таки на себя все-таки тратить надо. По статистике, ребята, посещающие такие студии, становятся более открытыми. Им легче найти общий язык со всеми людьми. У них распланирован весь день, соответственно, продуктивность держится на высоком уровне. Творческой молодежи в городе у нас хоть отбавляй. Например, ребята из первой студии БДТ сегодня перенесли свое состояние в пластичное выражение. И таких тренингов в студии большой выбор. Здесь актеры работают над речью и борются с зажимами. Каждое занятие подростки переживают новую роль. Театром я уже живу, горю без студии. Когда у нас были каникулы, уже не могла, хотелось. Прийти снова тренинги, общение ребят. Подростковую группу студии также ждут активных ребят. Никакого кастинга проходить не нужно. Всем новичкам дается возможность поучаствовать в актерском тренаже. Это специальные тренинги. После этого вы становитесь частью коллектива. В студии даже занимался пятилетний ребенок. Поэтому, если у вас есть желание обучиться театральному мастерству, дерзайте. Я тебя люблю. Я тебя ненавижу. Я тебя люблю. Я тебя ненавижу. Сейчас в планах у студии отыграть спектакль «На пропастью воржи». Артисты называют его самой сложной работой. Премьеру березняковцы смогут увидеть 6 и 13 декабря на сцене культурно-досугового центра. У студии «Ровесник» также большие планы. Коллективу в марте исполняется 55 лет. В честь этого будет проведен фестиваль, на котором соберутся творческие коллективы «Прикамьян». Елена Силакова, Екатерина Зибзеева. На «Треворонушке» новости «Верхнекамья». Ну и, конечно, пришло время напомнить вам о том, что мы приготовили прекрасный подарок для мам. Телекомпания «Верхнекамья ТВ» подготовила творческий флешмоб. Условия участия простые. С 24 по 28 ноября мы ждем ваши самые трогательные поздравления для любимых мам. Фантазию ничем ограничивать не будем. История из жизни, яркое воспоминание, видеооткрытка, стихи. Давайте эти дни посвятим самому ценному человеку на Земле. Единственное условие – прислать нам фото или видео. Победитель будет один, и он получит ценный подарок. Фотосессию от фотографа Марии Жарняк, а образ для мамы подберет стилист Александра Дьячкова. Мы ждем поздравления в сообщения нашей группы ВКонтакте «Верхнекамья ТВ» либо в директ-аккаунте Instagram v.tv59. Давайте поздравим любимых мамочек всем «Верхнекамьем». Делайте новости вместе с нами, снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий, присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 43-17-11. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости «Верхнекамья». В студии для вас работала Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы! Внимание! Открыт новый салон «Двери, окна, кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. 26 ноября в пятницу синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду, снегопад и незначительное потепление ближе к выходным. В Александровске минус 7, в Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 8 градусов. В Саликамске минус 5 градусов. В Березняках в пятницу температура воздуха ночью минус 10, в дневные часы минус 3 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. 26 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Компания «Кудесник» представляет. Стальные двери от лучших российских производителей. Популярные модели в наличии. «Кудесник» заявляет. Если найдете в Березняках дешевле, снизим цену. И двери, которых нет у других, найдете в «Кудесник». Кудесник.